Всем привет! Сегодня у вас в видео будет ответ такой небольшой. Я просто честно скажу, замоталась об этом всем объяснять, например, в комментариях писать. Решила снять об этом видео и немножко поболтать с вами на эту тему, что вы по этому поводу думаете. У меня неоднократно встречались под видео комментарии, особенно отучастилась в последнее время. В связи с этим я и снимаю сейчас это видео-данные о том, что ты рассказываешь на канале истории просто ужасные, о каких-то порочных моментах черных турок, их мужчин, я имею в виду, да, кто в отношениях девчонки состоит, такие комментарии оставляют, кто начинает только отношения. Вот, насмотрюсь твоих видео, я начинаю копаться в отношениях, или я своему парню что-то высказываю, он мне говорит, ты опять эту девчонку насмотрелась в интернете, да, она ничего не знает и так далее и тому подобное. То есть, посмотрев мои видео с негативными какими-то историями или рассказами, отзывами и тому подобное, примерами, это не я придумываю, да, вот эти истории, примеры, общество диктует, новости и истории присылают на почту мне, да, которые я записываю, зачитываю. У девушек возникают потом проблемы в отношениях, то есть, либо закрадываются сомнения, или проблемы в отношениях со своими мужчинами, им что-то высказывают, предъявляют, задают какие-то вопросы, пытаются внести ясность в отношения. Еще бывает категория комментариев иногда, у некоторых просто женщин бомбит, вот ты уехала, у тебя там все хорошо, счастливо, круто живешь, и поэтому ты плохо рассказываешь, портишь, позоришь, короче говоря, создаешь плохую, я не знаю, рекламу делаешь туркам, чтобы не было конкуренции, и другие, так как ты, хорошо не устроились, вот типа это какое-то, не знаю, женское соперничество, конкуренция, чтобы не было конкуренции там среди славянских жен, ты вот так пытаешься отводить других девушек, которые тоже просто хотят в жизни счастья. Давайте начнем с первого, по поводу плохих историй. Я пыталась, вы знаете, кто постоянный подписчик на канале, снимать положительные истории, их практически никто не присылает, как очень сюда подходит крылатая пословица, счастье любит тишину. Люди, которые счастливы, они не хотят копаться в негативе, они боятся делиться своим счастьем, чтобы его не сглазили, либо люди, которые в счастливых гармоничных отношениях, они считают это нормой, они чем-то особенным, поэтому не считают нужным это рассказывать. Люди, которые пишут негативные какие-то истории, просят разобрать негативные ситуации, примеры, люди, которые, это крик о помощи, которым нужна поддержка, нужна помощь, или трезвый взгляд со стороны, люди запутавшиеся, заплутавшие. Когда у тебя все спокойно и хорошо, ты же не пойдешь за советом, или не будешь всем трепать направо и налево, потому что это хвастовство, да, у меня все классно, посмотрите, у вас может быть так же. То есть самореклама какая-то, это не очень красиво, это выглядит довольно-таки гордливо, и, ну, такой определенный порог, и большинство людей просто своим счастьем, чем-то хорошим не делятся, очень редко. Потому что есть всегда какое-то ощущение, возможно, неустойчивой ситуации, всегда все может измениться, и чтобы не притягивать к себе завистливые, нехорошие взгляды, такую энергию неприятные люди об этом не всегда делятся, рассказывают. Так что хороших историй, к сожалению, на канале моем не так много, но в жизни реально здесь вокруг их навалом, кто здесь пережил, переехал, живет и счастлив. Поэтому я всегда и говорю, что если вы видите кучу здесь иммигрантов из постсоветского пространства, и они здесь живут, значит, их все устраивает, значит, им здесь хорошо. Кому нехорошо и плохо, они возвращаются домой к себе. По поводу отношений, я посмотрела плохие истории или плохие какие-то отзывы у тебя на канале, и у меня начинаются отношения с моим парнем, портятся, да, я начинаю, девушка сама посмотрела, начинает вносить смуту, задавать лишние вопросы, в чем-то его подозревать, пытаться выяснить, а есть ли у них в отношениях или в его характере какие-то подобные проблемы. Претензии абсолютно не ко мне. Тут два варианта, либо ты смотришь, либо не смотришь. Я хочу здесь такой момент отметить. Если ты смотришь, тебе это интересно, у тебя внутри что-то на эту тему играет, неспроста твой интерес. И если какое-то мнение постороннего человека, его история, какой-то пример у тебя отзывается, дает тебе отголосок в сердце, дает тебе повод задуматься, сомневаться, задавать вопросы, выяснять отношения со своим парнем, это лишь просто элементарный момент, да, у тебя внутри нашло подтверждение, сомнение, которое было до этого. Это твой мужчина тебе дает сомневаться в чем-то, и ты ищешь на просторах интернета, в частности на моем канале, опровержение или подтверждение этому. Неприятно через негатив, скорее всего, потому что твои сомнения подтверждаются, и ты видишь, что у нас в отношениях вот так, но мне так не нравится, или я так не хочу, и ты начинаешь об этом задумываться. И у тебя уже внутри начинает, скажем так, противоборствие идти, да, закрывать на это глаза или нет, изменять свою жизнь или нет. То есть тревожность в тебя вселяют вот эти негативные истории, примеры, но лишь потому, что ты в своих отношениях это видишь. У меня очень простые два совета. Либо ты закрываешь, не смотришь такое, не ищи ты эту информацию, кто ищет, тот всегда находит. Не хочешь ничего менять, хочешь закрывать глаза на проблему, продолжай это делать, но не надо это высказывать другим людям, которые здесь, по сути, ни при чем выбор за тобой. А если ты хочешь в этом копаться, тебе интересно, то просто признай себе, что ты решаешь в своей жизни рядом с тобой этот человек, ты его выбираешь или не рядом, тебе решать, как пойдут дальше ваши отношения. И если ты видишь какие-то сомнения и начинаешь копаться в своем мужчине в отношениях, говорит о том, что лишь у тебя примета, да, у тебя эти сомнения уже были до того, как ты посмотрела это видео. И просто это видео, к сожалению, подтвердило твои сомнения. Конечно, мужчина будет виноватым делать блогера, который об этом рассказывает, неудачные истории, ошибки женщин, которые они допустили, а он идеальный. Естественно, никто не хочет признавать никаких ошибок, ему это неприятно. Потому что, получается, ей голову, ну, например, как условно пудрил ей мозг, она пошла, блин, на YouTube, посмотрела всякую правду или еще что-то, делает выводы, примеряет ко мне и видит мои косяки, как я нехорошо поступаю. Естественно, она этого не хочет и обвиняет других людей. Так что, девочки, выводы делайте об этом сами. Я просто один раз вот здесь отвечаю, чтобы в комментариях мне каждый раз не распыляться и, скажем, такое местечко, куда вы можете зайти на это видео посмотреть, и я ответила на ваш вопрос. Следующее, о том, что я плохо рассказываю о турках, честно, я не вижу, чтобы я их грязью поливала. Мне больше претензий приходит, что я поливаю грязью своих соотечественников. Вообще, честно, я никогда не преувеличиваю, не приукрашиваю, говорю правду так, как оно есть. А если вас кого-то бесит, что в другой стране может быть что-то быть лучше, или у нас есть косяки нашего менталитета, это вас проблема. Меняйте тогда свой, скажем так, менталитет, какие-то повадки, которые я, может быть, отмечаю в нашем характере. Я же себя не отождествляю, говорю, а я не такая, я точно такая же. И во мне какие-то такие же качества есть. Или бы они были, и я их изменила, живя в другой стране, просто я адаптировалась, посмотрела на себя со стороны и сделала выводы, и поменяла себя. Но лишь развитие, изменение себя или признание своих ошибок — это качество развивающегося умного человека. Ум же не только в гениальности какой-то, в знаниях определенных, полученных, в навыках и так далее. Ум — это еще и желание, умение, как бы назвать это слово, наверное, бесстрашие, признавать свои ошибки, учиться на своих ошибках. Я тоже себя меняю, я никак себя не отождествляю по-другому. У меня тоже все это есть, либо было, либо я изменила, смотря какой аспект мы берем. По поводу внутри женской здесь конкуренции, я плохо рассказываю что-то, пытаюсь опорочить, или именно нехорошие истории какие-то привожу, чтобы девушки сюда не ехали, и не было конкуренции. Разве от моего одного несчастного видео что-то изменится? У меня не так много просмотров на канале, чтобы я меняла умы масс, и женщины, посмотрев на что-то, делали выводы, и, не знаю, я у них отбивала охоту переезжать и так далее. Тот, кто хочет, тот всегда доведет до конца то, что он хочет сделать и планирует. Ему никогда не помешают мнения со стороны, видео в интернете, какие-то советы и все-все такое прочее. То есть, если человек убежденно идет к своей цели, он своей цели добивается, это первое. И второе, а какой конкуренции женской здесь может быть, и в частности, например, моей заинтересованности в этом, если я замужем, уже очень много лет со своим мужем, у меня есть ребенок, и какая конкуренция что? Что приедет кто-то, заберет моего мужа, разрушит мою семью? Нет, конечно, я уверена в себе, в своем браке, в своей семье. Если конкуренция среди, я не знаю, там, работы какой-то, как я здесь не работаю, в сфере русских услуг каких-то, у меня нет конкуренции с нашими девушками из страны СНГ, кто приезжает работать, я вообще в этом никак не заинтересована. Я, наоборот, за то, чтобы в наших рядах было больше умных, образованных девушек, любящих себя, знающих себе цену, а не соглашающихся на все подряд, совершающих ошибок, позволяющих себе плохо относиться и так далее. Я, наоборот, за сильных, умных, хороших, образованных женщин здесь, потому что с ними есть о чем поговорить, с ними интересно общаться. Я за таких, за такое общество, за таких подруг вокруг, как я могу, скажем так, можно меня обвинять в том, что я против какой-то конкуренции. Вообще, какая здесь может быть конкуренция? Вы мне объясните, может, я что-то не понимаю. Каждый здесь живет своей семейкой, своей какой-то ячейкой. У кого все в порядке, я имею в виду, в отношениях, в гармонии с собой, то считает себя счастливым. Между собой как-то контактируют, общаются. А вот кто хочет конкуренции, раздора, пытается подсидеть кого-то, уводит там мужей и так далее, и такие истории, кстати, тоже есть среди наших, когда знакомятся с мужьями или измены какие-то происходят, вся такая история, то это же люди не от счастливой своей жизни делают, они несчастны, им и нужен этот негатив, которым хочется повариться, которые видят конкуренцию. Так что я ответила на вопросы, которые у меня в последнее время были в комментариях под видео, точнее, обвинения какие-то. Я думаю, что сейчас я эти обвинения, заблуждения ваши, если они у вас были, развеяла, на что я, собственно, надеюсь, потому что я очень искренне, честно, просто рассказываю, веду свой блог, и мне нет никакой задачи кого-то опорочить, отвадить конкуренции или кого-то, не знаю, что-то нехорошее о ком сказать, я просто говорю по факту, то, что происходит, что есть, и зачитываю те истории, которые мне присылают. А то, что люди хотят помощи, поддержки, присылают какие-то в основном негативные или странные истории, да, которые следуют какое-то расследование или что-то где-то докопаться до сути и всё такое прочее, но просто людям некуда больше обратиться, им нужна поддержка, это крик души их, вот и всё. Это очень просто, логически объясняется. Так что я вам всем желаю найти в себе мужество, признавать ошибки, учиться на своих ошибках, становиться сильнее, улучшать себя, свои качества, тогда вокруг вас жизнь станет лучше, гармоничнее, потому что вы себя будете чувствовать. Так что я вам желаю всем быть счастливыми и не искать каких-то проблем в других людях, надо искать в себе и их ликвидировать, скажем так, улучшать себя, улучшать своё качество жизни. Я под видео всегда оставляю свою почту для того, чтобы вы присылали свои анонимные истории для разбора видео, записывались на психологические консультации по скайпу. Оставляйте свои комментарии под видео, если вам есть что дополнить, либо поделиться своим мнением. Я буду очень признательна, если вы подпишетесь на канал и поставите лайк. Спасибо за внимание. Всем пока!